всем привет дорогие друзья вас приветствует компания агроживания сегодня мы находимся в Харьковской области и работаем на кукурузе по технологии култан кто не в курсе технология култан это внесение жидких азотных удобрений путем инъекции как шприц входит в почву игла прыска удобрения прямо под корень растения на глубину 6-7 сантиметров и выходит на данном поле работает украинско-немецкий проект 6-метровый агрегат по технологии култан АПИ-6 АПИ-6 в стандарте имеет междуряди 25 сантиметров с возможностью передвигать подпропашные культуры в данном случае междуряди у нас 35 сантиметров под 9 рядков 18 рабочих органов прыска идет с двух сторон от растения на расстоянии 17 с половиной сантиметров с каждой стороны для того чтобы корневая система развивалась равномерно и было как можно более разве хотел немножко рассказать о характеристиках нашего агрегата АПИ-6 култан данный агрегат имеет ширину захвата 6 метров емкость на 3000 литров 24 рабочих органов кавыда германия возможности передвигать их под пропашные культуры электронику мы используем араговскую итальянскую норма внесения от 100 литров до 2000 литров на гектар шасси дает возможность работать по пропашным культурам скорость данного агрегата 10 км в час продуктивность 6 гектар в час теперь хотел бы немного рассказать о преимуществах технологии култан внесение удобрения происходит путем инъекции как шприц входит в почву и происходит удобрение на глубину 6-7 сантиметров минуя после подъема места сто процентов равномерность распределения по полю минеральных удобрений упрощается подкормка растений азотом один раз начале вегидации вносится и наш 4 плюс вместо нитратов и нашу 3 n потом агроном заботятся только о защите раз и не вымывается одобрение остается концентрированный банком удобрений в почве азот находится непосредственно в близости от корней растение берет столько азота сколько ему надо на протяжении всего роста корневая система активнее развивается растения становятся устойчивых засуху лучшие эрации почвы весной через отверстие от култан проблема с коркой на поверхности почвы весной опрыскователь больше не используются поutregания жидких удобрений помимо риска потерь удобрений при внесении снижается риск с последующего повреждения растений через плохую промывку шланга, а также увеличивается срок службы опрыскивателей. Точное и равномерное внесение до кромки поля. Азот в удобрении не испаряется. Фермер уверен, что не потратил деньги на удобрение зря, и все 100% удобрения будут питать растения. Возможность вносить от 100 до 2000 литров на гектар. Прирост урожайности от 12 до 17%. В килограммах это от 700 до 300 тонн кг изимой пшеницы с одинаковой дозировкой действующего вещества азота. В сравнении с технологией разбрасывания удобрений или внесения удобрений с помощью опрыскателя, что доказали опыты в Украине в четырех областях. Удобрения начинают питать растения сразу же после внесения, не завися от погоды и осадков. На данном агрегате используются рабочие органы немецкого производства КВД, что придает надежность данному агрегату. Раму мы сделали в Украине. Электронику и насос мы используем итальянскую, либо по желанию фермерского хозяйства. Насос может быть и американский, хипровский, и в принципе какой угодно. Данный агрегат может агрегатироваться и с МТЗ-82 и тракторами высшего класса. Мы еще вернемся к данному полю, когда будет уборка. На данном поле мы заложили опытные участки и посмотрим какой будет прирост урожайности у нас в сравнении с традиционными методами внесения. Всем пока, с вами была компания Огрожилыня. Всем хороших урожаев!